Забрались и будет интересна, на мой взгляд, лекция. В принципе, мои практики осилились совершенно разные. Пусть когда я работал в федеральном агентстве по делам молодежи, то есть там было порядка 30 направлений лекций, которые были всегда направлены на то, чтобы развивать искусство, то есть как-то вдохновлять молодых художников. И в общем всегда речь шла непосредственно о самом искусстве. Найти свой стиль, выбрать определенное направление, либо усилить и улучшить то, что уже есть в художнике, так как это было 18 лет, было 30 лет. То есть, соответственно, кто только что закончил с рабочего учебного заявления, то что ищет свое направление, то есть куда им двигаться, какой техник, в каком направлении. И в принципе там не очень много разговоров именно о монетизации и инвестиции в искусство. И сегодня непосредственно об этом хотелось бы поговорить, потому что это всегда важная тема, когда художник уже сформировался, то есть он понимает свое направление в искусстве, и потом сталкивается частенько, то есть это бывает, проработать в 5 лет, например, то есть разумея высадочные пространства, он понимает, что хочется больше развиваться, то есть больше монетизировать свое искусство, что называется, внедряться в разные сферы, в том числе и фэшн-индустрию, да, работой с модой, а также может быть индустриальное какое-то направление, то есть как в Советском Союзе, да, когда был госзаказ, и художник там примерно понимал, да, то есть где он, что он делает, да, то что едет на заводы, скажем, да, герой производства, то есть рабочих, ну, то есть он понимал, что он по идее, да, то есть определенные у него были заказы, бонусы, то есть ему было ясно, да, прозрачно, либо он не едет, да, ожидать такой был, вот, соответственно, в наше время художник должен сам искать этот вариант, когда либо формировать вокруг себя определенную команду людей, да, то есть это и пиарщики, и маркетологи, кто будет заниматься своеобразованием, да, то есть продвигать, соответственно, искусство, если художник действительно погружен просто в свое творчество, и ему сможем, да, скажем, быть определенным менеджером под искусством. Поэтому сегодня вот у нас тему «Монетизация инвестиций в искусстве», то есть начинаем с цитаты, да, и хотел бы еще сразу добавить, у нас живой разговор, да, то есть мы, естественно, собрались, да, чтобы обмениваться мнениями, нужно ли вообще, да, то есть есть какой вопрос, зачем вообще художник подумать о «Монетизации» или инвестиции, в принципе, он вроде бы просто должен создавать хорошие работы, да, то есть должен творить, развиваться в этом направлении, и, соответственно, какой фон вокруг него сформируется, да, то есть уже, можно сказать, судьба определенная, соответственно, он так и пловит, да, по течению, по большому счету, то есть куда ему выведется судьба, соответственно, вот цитата «дисциплина и ежедневная работа» лучше инвестиция в свое творчество, в свое искусство. Это, мне кажется, очень правильно, то есть как минимум художник должен всегда находить мотивацию для себя и аккумулировать энергию непосредственно внутри себя, то есть не только брать ее из вне, да, как мы привыкли, вдохновение, скажем, впечатление из жизни, окружающая среда, природа, люди, но и действительно аккумулировать то есть когда ничего не происходит, да, то есть вот пустота, тишина, и только он сам, как спортсмен, да, то есть может себя заставить, действительно, что-то создавать, и за счет этой реакции, да, то есть происходит вот эта связь, когда другие люди тоже начинают взаимодействовать, и окружающий мир совершенно другому поворачивается, опять-таки, дождь селищи, то есть поэтому, мне кажется, это очень важно, действительно, в себе всегда искать вот эту мотивацию и двигаться, да, то есть как человек выходит утром в парк и бежит, да, то есть дождь, снег, он просто одевает уточку, да, там, кроссовки и бежит, да, то есть мы можем со стороны пройти, подумать, господи, то есть сейчас хочется зато попить кофе где-то посидеть, да, там, чтобы тепло было, или, думаю, уже вы телевизор, то есть тут человек, как каким-то образом, то есть он аккумулирует эту энергию в себе, даже, может быть, у него вялое состояние, но он проснулся утром, но он выходит и бежит, да, то есть он идти два часа, проводит на улице, и потом на университете он открывает себе больше энергии, больше желания жить, и что-то создавать, работать, двигаться вперед, поэтому, мне кажется, это очень важно, да, то есть прежде всего, вот эта самая дисциплина и работа в творчестве. Коллаборация художников с брендерами. Так, кто-то... Хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение художников с брендерами, то есть это, на мой взгляд, очень интересно, я сам впервые столкнулся с этим, когда познакомился с работами, скорее всего, даже Крипта и Обли Бетслэя, то есть многие привыкли уже в наше время, да, что это, прежде всего, антилон, да, то есть какая-то бутылочка Coca-Cola и так далее, да, то есть я, конечно, начал немножко внедряться в эту тему и понял, что это, конечно, вот такие художники, как Климт, Отре Бетслэй, она была, скажем, не явная коллаборация, да, то есть когда они, будучи интересными авторами, да, то есть они все равно основывались с писателями, да, то есть с издательскими домами, то есть, соответственно, они вступали в это сотрудничество. Это была, наверное, такая первая коллаборация, да, в том числе, когда Климт создавал и афиши, да, то есть для театральных постановок и для оперы тех же, да, то есть, соответственно, мне кажется, это интересно, то есть оно изначально для меня, в детстве, по крайней мере, вообще не проследовалось, да, потому что это какая-то коллаборация, это сотрудничество, то есть создавалось впечатление, да, что просто вот хороший художник, увидели его талант, да, и начинают его просто привлекать, заказывать ему работу определенно, да, а он такой независимый просто, ну, создает замечательные картины. А тут, ну, видимо, черный коллаборация, да, то есть он уже проводил определенные переговоры, да, то есть это все-таки определенная система была взаимодоговариванности, да, то есть, опять же, и поэтому, да, я понимаю, что он, ну, своего рода бизнесмен, да, то есть если проблемы с своими не можем, так сказать, да, то при, мы наблюдаем, если всю биографию еще раз изучить, то, да, это вот такой бизнесмен, вот искусство, то есть он хорошо монетизировал свое творчество и у него было много заказов, и он сотрудничал, да, то есть с многими интересными людьми. Как раз сейчас мы переходим к слайду на тему сотрудничества художников с дизайнерами одежды, непосредственно искусство и мода, да, то есть это очень интересное направление, и я думаю, что оно перспективное, и такое вот впечатление, что оно безграничное, бесконечное, и такой круговорот, да, то, что это будет всегда возвращаться, то есть будут появляться новые акторы, но все равно вот эта коллаборация, это сотрудничество, оно очень перспективное. Мне понравилось, что в наше время, действительно, в 21 веке, это сотрудничество, оно действительно очень пластичное. То есть, например, если мы возьмем обувь и рисунки, очень трудно себе представить, условно говоря, художественного художника, как его интегрировать изначально, да, то есть, скажем, чтобы он был дизайнером каких-то особочек женских, да, то есть, скажем, которые мы привыкли, да, что они имеют какую-то определенную значенную форму, интересный дизайн и, казалось бы, где там еще можно искусство разместить, да, то есть визуально, чтобы оно не потерялось или, наоборот, не уничтожило дизайн, и, тем более, когда это касается обуви, да, то есть туфли, кроссовки, да, те же. То есть, соответственно, вот здесь мы видим этот пример сотрудничества, да, когда Марк Чайкерс, Юрий Лютон, начал привлекать современных художников, то есть, он являлся так, подходником современного искусства. И, на мой взгляд, это действительно очень интересная тенденция. И я бы, честно говоря, в любые сферы это все внедрял. Мне кажется, вот когда это идет коллаборация действительно с художниками, она всегда интересна. То есть, как минимум, она дает какой-то дополнительный воздух, безусловно, вещи становятся креативными, интересными. Поэтому, я думаю, всегда нужно действовать в этой концепции. То есть, мы тут видим как раз список художников, так как он непосредственно в тот период сотрудничества, и было очень много интересных вещей. Такаши Муаками, японский художник, скульптор, дизайнер, опять же, добавляет себя еще, что он занимался мультипликацией, работал в рекламе. На мой взгляд, безусловно, это рестворение такого современного, успешного художника, который делает интересные вещи, обращается к репной японской гравюре, в своих работах где-то интерпретирует, естественно. Но тем не менее, я думаю, что он, конечно, полноценно раскрылся, как художник, который действительно взаимодействует, работает с брендами, потому что это олицетворение, конечно, множество операций в разных направлениях, в том числе, мы видим работу с рубльюком. Сразу переключаемся на меня после Такаши Муаками. Хорошая связь. Клавный, клавный. Скромность. Да, я всегда на стороне, потому что на личном примере показываем не только быть теоретиком, со стороны обсуждать, что сделали те или иные авторы, и все как учится. Ну, то есть, как ребенок, пятилетний сидит, а вы что сделали? То есть, рассказывать и рассказывать, и вопросы. А здесь я хочу сказать, что это была непосредственно, на примере, опять же, уже заслуженных, так сказать, художников, признан во всем мире. То есть, могу сказать, мои такие определенные начинания, да, то есть, и успехи в коллаборации с брендами, и непосредственно для «Отворд». Это вера, которая занимается одеждой. Также мы сотрудничали и с компанией «Франкер», и с автомобильными компаниями. Здесь я немного заместил, с точки зрения того, насколько действительно становится интереснее и бренд, и вокруг вот эта создается активность, положительная, действительно привлекает внимание, и может быть еще для разработчиков того же бренда, да, появляются новые свежие идеи, на мой взгляд. То есть, какую можно новую коллекцию выпустить, так или иначе, может быть, поменять концепцию цветаную. Опять же, мы знаем, что у многих брендов есть жесткая концепция, что вот именно в этой цифровой гамме, да, то есть, они существуют определенным образом, определенным брендированием, да, то есть, либо это черно-белое, либо это синей-белое. Соответственно, они придержутся этой концепции и немножко становятся, на базе, как это очень скучно, да, то есть, вот это развитие у них ретупляется, да, то есть, один год бренд себя проявляет. Но сначала эти дети, по второму году, но когда ему уже 6-7 лет, вроде бы это классика, с одной стороны, с другой стороны, она немножко скучная, да, то есть, и действительно, вот это привлечение художников, мало ли, как это интересно. Переходим к знаменитому Энди Уорхолу. То есть, это человек правильно, наверное, сам. А на прямее Энди Уорхолу хочется сказать такой интересной личности. То есть, мы привыкли, что художник начинает взаимодействовать и с известным брендом, и это говорит о том, что он успешный, да, то есть, это уже хорошая агентизация, это, действительно, хорошие контракты. Но редко кто говорит о том, но на мой взгляд это очень интересно, сейчас мы это можем наблюдать в разных сферах, когда бренд только что появился. То есть, самого бренда не было, а есть, условно говоря, Энди Уорхол, известный автор, к которому мы обращаемся для того, чтобы наоборот развивать проект за счет художника, да, то есть привлекать художника в работу с ними. Это тоже очень интересный опыт. Сейчас мы это можем наблюдать в спорте очень ярко, да, то есть, когда команда, которая только появилась в футболе, например, привлекает Мэйсель для того, чтобы он был в этой команде. И, соответственно, тогда в аудитории расширится, да, продажа увеличится и форма, и одежда, и кроссовок, и всего на свете, да, то есть люди будут ходить, покупать билеты, реклама, соответственно, да, привлечения рекламы только за счет одного игрока в эту команду, которую раньше никто не знал. То есть кто мог ее воспринимать, там, условно говоря, да, где сейчас в футболе играет Индер Майами, то есть это просто, да, футбольная команда в Америке, да, то есть, соответственно, без Мэйси, мы себе мало представляли, да, что это будет только развитие, тем более классический футбол. То есть в Америке, да, ну, скажем, не на первой позиции, да, то есть там и баскетбол, и лейтсбол тот же, да, то есть он впереди. И насколько пошло развитие за счет привлечения этих спортсменов. То же самое, не очень раскрученные бренды начинают привлекать, наоборот, известных художников и в совместной работе они достигают. То есть тоже интересный вот как раз бренд — это Энди Уорхов. То есть и сейчас, можно сказать, да, то есть непонятно, либо он за счет того, как стал тем самым Энди Уорховым, либо, наоборот, он еще больше раскрутил этот бренд в своих работах, то есть как бы закрепил вот этот успех. Не всегда, конечно, он развивался и сотрудничал в разных областях, чем он интересен, но, как я всегда советую, это всегда саморазвитие, самообразование. Если что-то мы даже услышали на лекции, то всегда рекомендую еще больше детально изучить каждый вопрос и детально изучить биографию любого областа художников, авторов, потому что всегда можно найти что-то интересное. То есть то, чего мы не услышали. И вот цитата Энди Уорхова непосредственно. Создание денег — это искусство, работа — это искусство, а хороший бизнес — это лучшее искусство. То есть, соответственно, об этом я не думал, это и цитата, честно скажу. То есть действительно недавно смотрел процесс появления денег и так далее, то есть как разрабатывать вообще культуру, то есть по большому счету это дизайн. То есть почему там те или иные элементы присутствуют в денежных знаках. И это всегда интересно, безусловно. То есть это можно рассмотреть, да, то есть культуру как отдельно взятый объект искусства. То есть работа — это целая команда. Соответственно, помимо всего прочего, это еще и психологи, да, то есть когда мы понимаем, что вот так или иначе культура должна нравиться человеку, да, то есть он должен стремиться к тому, чтобы ее получить. То есть там определенные основания, влияют на человека, и очень все сказывается, так как мы сейчас недавно услышали целый конфликт с пятитысячной новой культурой, что там изображено, да, то есть, соответственно, может быть, на комментарию, да, то есть кого это не устроилось. То есть это о чем говорит? Что действительно на людей это влияет. То есть нет такого, что это обычная культура, и, в принципе, никто не интересуется, что на ней изображено, естественно, все это важно. Поэтому можно сказать, что даже искусство. Дэмион Фирос – современный художник, наверное, один из самых, как я говорю, насчистимых художников с точки зрения самореализации. То есть художник, который смог позволить сначала жить достаточно сдержанно с умом, да, то есть потом он начал раскручиваться действительно как автор и художник, который за счет эпатажа начал продвигаться в искусстве. И при этом, да, то есть у него не было какой-то ограниченности, да, с точки зрения того, что всего это только акулы, только, значит, вот эти фигуры, он замерся в своей мастерской, и два-три года просто говорит, «Теперь я занимаюсь живым». То есть это было своеобразно. Но тем не менее он все-таки углубился в этот процесс, и я смотрю на его работа. То есть сначала не нравится, потом такое вот ощущение становится, что он просто действительно трудяга, он молодец. А потом уже третий этап – очень даже нравится. То есть получается, что действительно то, о чем мы говорили в начале, а художник аккомулирует. То есть он встречается с подводниками своего творчества, подписывает каждому даревому. Это тысячи, бесконечные какие-то тысячи людей, которым он подписывает, подписывает, подписывает какие-то плакаты. То есть там очень сильный, конечно, пиар, маркетинг. И человек действительно настраивается как спортсмен, который действительно двигается только вперед. А что понравилось ему за ним? Ну, а что? Что понравилось ему за ним? Ну, скорее, мне понравилось. Вот в первую очередь, если ты признаешься, то есть сначала у меня, скажем так скажу, сначала вызвало впечатление, такое-то ощущение, что он не умеет, или разучился, или не умеет все изначально описать его, создавать работы, не рисовать, не писать. Мы совершенно все же под руками над самому. Да? Потому что мы все знаем, что целая команда людей работает, да? Мы принимаем адекватные руки, да, что невозможно было самому. Ну и что такое создать произведение искусства Дель Микросса от начала до конца? Как художник. Я плавлю в Акулу сам, сам управляю лодкой, правильно? Я тащил лизак пост, значит, потом я ее доверю. Соответственно, я тащил лизак пост, правильно? То есть я от начала до конца создаю сам свое произведение. Я думаю, формателит, варю эту клетку, да, там отварю. Это называется «Я создал», правильно? То есть, естественно, это нереально. То есть, безусловно, там присутствует большая команда людей, да, и из них каждый отвечает за свое направление. То есть, вот произведение искусства. Поэтому, когда он, конечно, начал своими руками что-то делать, сначала это вызвало симпатию, потом, значит, это не нравится ему. Опять же, я говорю, свое мнение. Но потом, мне понравилось, о чем мы говорим, что это действительно целостная коллекция. Мне понравилось, что он такой вот что-то делает, и когда он смотрит результат, 50 работ. То есть, это абсолютно цельная конструкция. То есть, какое-то он уже видел изначально, конечно. Но в процессе это оказалось очень сомнительным. Вот в этом смысле он мне понравился, потому что он видит уже результат с точки зрения вот такого целого, законченного проекта. То есть, концепция к последнему точке получается? Да-да-да, когда вот все уже. То есть, мы видим весь процесс. То есть, все движение художника. Каким образом он начинает и к чему он приходит. Действительно, когда мы видим уже и постпродачу определенную. То есть, каталоги, клеты, одежда. То есть, все что угодно. Действительно, мы видим, к чему он пришел. То есть, начинается с каких-то, на мой взгляд, опять же, сомнительных вещей. То есть, когда это все официально, это все в конечной точке. Действительно, оно интересное. И он вызывает уважение на людей, симпатии. Вот, в том числе, мы видим коллаборацию, например, не просто с брендами Google, то есть, та же компания Nike. На мой взгляд, я не представляю, что человек, если бы изначально, без того, что время, еще раз скажу, с какими-то абстрактными работами, будет выступать коллаборация с Nike или другими брендами. То есть, я думаю, это, честно говоря, струнном себе представляет, каким образом, да, то есть, эти абстрактные работы могут как-то взаимодействовать, да, то есть, с брендом, да, либо с Microsoft, со спортивным образом. Но мы видим, что это достаточно, действительно, удачное взаимодействие. Это выглядит интересным. И, безусловно, когда вы увидите такой результат, то хочется тоже делиться в разных направлениях, и это, безусловно, это интересно. То есть, и сам бренд из Amalok, она, на мой взгляд, становится лучше. То есть, чем если бы она была, скажем, стандартной, да, то есть, без взаимодействия с Amalok и Demion Bezos. Опять же, да, плавно переходим от Demion Bezos. Опять же, на мой взгляд, коллаборация не только с одеждой, да, то есть, и с компаниями, она интересна, а также интересна коллаборация художников и музыкантов, да. То есть, когда мы уже понимаем, что два направления искусства соединяются, это тоже всегда интересно. Здесь, как раз, непосредственно вот съемка клипа и результат, который был создан в процессе клипа, в тяжелом времени. Это тоже интересно, опять же, это как пример. То есть, если кто-то из молодых авторов начинает, то это тоже интересное такое взаимодействие. с музыкантами, с режиссерами, опять же, это может быть и кино, да, это какие-то промо-ролики на интересные, то есть, рекламные ролики. То есть, это всегда развитие. На данном складе здесь непосредственно демонстрируется моя коллаборация с корпорацией ОСИ, которая занимается совершенно не творческими вещами, то есть, это непосредственно индустриальный проект. Тем не менее, причем тут тройная коллаборация, то есть, корпорация ОСИ поддерживала МММИ, то есть, это боевые справления и экспарт. То есть, это спорт, это индустриальное направление и это искусство. То есть, оно все равно все соединилось вот в эту инсталляцию, которое называлось «Производство поднимает МММИ». Да, то есть, и все это вместе, непосредственно в этой картине, причем это целостная инсталляция. Она, то есть, помимо того, что это картина, да, то есть, еще вот эти весы, то есть, это вот одна единая структура. При этом работники корпорации, руководители тоже участвовали в создании этой картинки. Также спортсмены. Где она сейчас? Картинка? Она сейчас, она в коллекции корпорации ОСИ. То есть, это такой был большой проект. Но это тоже очень интересно и вот всегда хорошо это все показывает на собственном примере. То есть, паркетская. То есть, я думаю, что многие с ним знакомы, с его творчеством. На мой взгляд, это, конечно, интересно и с точки зрения того, что он работал в черно-белых направлениях. Это уличный художник. И интересный был бы он с точки зрения рекламы. На мой взгляд, он Метро мог что-то рисовать на улице. И люди узнавали уже этого автора. Да, просто за счет того, что они каждый день ездили на работу. Видели его произведения, надписи. И у них уже работал этот ассоциативный ряд. И, соответственно, когда начали с его первого проекта выставочные, то есть, они уже знали, куда они идут. Он уже был известен за счет того, что он делал на улице. Мы видим непосредственно его взаимодействие, колаборацию с брендами одежды, обуви. Тоже всегда интересно. Инвестиции в искусство. То есть, мы пришли к этой теме. В принципе, монетизацию там можно бесконечно раскрывать. Я думаю, что вы немножко раскрыли. Сейчас перед темой инвестиций в искусство я хотел бы обратную связь. То есть, как вы считаете, непосредственно монетизация, она важна? То есть, какой процент она занимает в жизни художника? Либо, наоборот, художник должен быть непосредственно только творческой единицей и не должен думать о какой-то коммерческой стороне, скажем, развитии его творчества. Как вы считаете? Я сейчас... Ну, и Татьяна, по-моему, все равно согласен. Загружена художника. Загружена художника. Я хочу сказать, что... Я даже сказала слово, почему. Потому что на самом деле, мы сейчас ведомки из тех художников, которые были привезены, это пример, который наоборот для того, чтобы художник должен есть. А дальше это нужно красиво оформить монетизацию. Красивым словом. Поэтому я считаю, что, несомненно, это очень важный момент. Это очень важный момент. Если сейчас как бы общество не придумало никакой другой формы обмена, там гусеники меняют на партии или там еще что-то, то, значит, существует монетизация. Потому что труд должен быть ценен. Чем лучше труд, тем лучше цена. Это, на мой взгляд, это... Вот на мой взгляд, как галериста, это однозначно. Поэтому художник пишет работа не для того, чтобы вложить их в стол, а для того, чтобы они зажили в своей личной жизни. Эта личная жизнь всегда идет через... То есть можно, конечно, туда идти, но где-то, по сути, потомки и наследники продают. Поэтому в данном случае это не вульгарный, как бы не вульгарный совершенно опыт взаимодействия художника и весь остальной мир, а это как на самом нормальном. То есть есть критерии оценки. И критерии оценки заключаются в том, что за это надо отдать. Спасибо. Вы можете не согласиться. Нет, я в этом смысле абсолютно согласен. Еще бы хотелось услышать вопросы и... Нет, ну я считаю, что сейчас это уже невозможно без монетизации. Но сознание наступно нам только важно в эту фрацию зарабатывать деньги, что художник, как тот, который уже находится в каком-то заведении, он уже должен быть там в одну конечную наградку. Ну, Татьяна, честно скажу, что это Узлопрей писал эти самые, если уж первые коллаборации с Муленд Рушь, то он тоже писал свои картинки, должны быть того, чтобы ударить хотя бы столик в Муленд Рушь для того, чтобы он там ходил. Поэтому в этом отношении слишком все взаимосвязано. И... Безусловно, это важно. И как мы выясняем, это в большом счету всегда... Можно писать, прозиться Матисса и прозиться, все уложить в стол. Но я знаю, что там щупите. Как вы говорите? Да. Нет, но вы не исключение, что это бывает. Вы сами не имеете в виду, вы сами не имеете в виду. которые так высоко ценили искусство и так высоко ценили свое творчество. Они даже и ставят премьер. Да. Минерсалий, деликатная часть вопросов подлечила, и она как-то относится с крытой формы. Важный аспект в этом вопросе, должен ли заниматься сам художник логли этих контактов, или у него опять должна быть команда, единомышленники, лица, ну, я не знаю, учеников, соратников, жены, волныц, и жили с ними, да, из истории скупы, да, скажите. Вот. То, что прозвучало, конечно же, без сомнения, да, вещь создана не должна каким-то образом реализовываться, чтобы художник, соответственно, было живым, покупал материалы, начали с пылью. Сложность-то как раз, это все понятно, сложность как раз таки вот в том же, чего я и начал, в личном месте, ряд творческих детей, которые не только что не ленятся, но только что это существует, в наше время, которое мы не могут, они плохо социализируются, с вами, телепостерских, для них выйти, да, не знаю, показать себя, даже на какой-то интернете. То есть, силы должен кто-то, ну, не то, чтобы принять, как-то интеллигерация, ну, во всяком случае, кто-то должен, там, далеко не все, обладать фотохаризмом. То есть, в данном случае, например, вот из высшего, видимо, я читал ряд, я не знаком с биографией, фотохаризмом, например, ну, я просто не помню, кто, например, первый пришел, я думаю, я для тех, кто, так сказать, представительство фермы «Доктор Маркес», образовывающих, представительство производства, но наоборот, вот, и, то есть, тут еще момент такой, кто кому больше нужен, либо куратор, или вот, как было, первый пример, да, то, по всей видимости, этот художественный директор, можно так назвать, привлек художника, увидев его работу, и уже поставив на него, в том плане, что он уже был достаточно известен, и в этом плане, как бы, все понятно, а, попробуй, давайте поставить себя на место, если бы, например, увидел перспективного художника, но еще не высокого засвечного, да, так, вот, безусловно выражается, это риск, да, это все я веду, допустим, работа интересная, но медийно неизвестенна, и, какая фирма, уродится, тут вот, очень много таких подробных, деликатных моментов, которые, ну, риски, как в всяком бизнесе, то есть, мало ли что, там, нам директору нравится картинка, какого-то, граффитиста, да, пока еще не сделавшего себе, или, что, подождать мало лет, или же, положиться в него, пригласить, и потом выпустить, там, где же 400, 200, 200 кг, чтобы потом, насколько мне нравится народу, да, то есть, в этом плане, тут вот, много таких моментов, которые, мне кажется, ну, которые важны, подойдут. Спасибо. Несомненно, я тоже, не могу, не смогу молчать в этом случае, несомненно, я думаю, что, если фирма, так много, как мы видим, то, если любого, то, на следующий день, уже будет более, если есть ценнородный. Если, фирма, доктор Массенс, которая начинает продуктовывать, пригласить художника с большим именем, то ее продажа не соединенно тоже подняется. Теперь, первая часть вашего вопроса. Есть художники, и удивительно, товаров, которые хорошо и работают, и продают свои картины, но есть целая категория художников, которые слишком много работают, которым некогда продавать свои картины. Но дело в том, что мы здесь не касаемся даже значения и роли бельвеи в этом, будем говорить, военных. Потому что бельвеи – это отдельная тема. как бы, находясь в России, я понимаю, что в России существует пока что дикий бизнес бельвеи, который находится в хаосе. И, как бы, те принципы, которые понятны мне, а не понятны, может быть, 60% остальных участников, той группы, которую я пытаюсь создать. Но, тем не менее, художник, если ему Бог дам такой, дам, продавать заодно свои картины, он гений. Но большинство художников некогда этим заниматься, потому что они сидят и бесконечно работают. Нельзя одновременно работать, делать рекламу. Это, дай Бог здоровья, женам, а я знаю этих жен, которые, на самом деле, занимаются рекламой, занимаются аживами, занимаются многими-многими вещами. И благодаря вот этой известной нам будущей шишты, за которой ходит жена Татьяна с двумя большими чемоданами. потому что она его основной агент. Но все равно нужно обратиться в какой-то момент к Аликею. В данном случае Аликею ставлю заскопки. Но этот момент несомненно бесуден. Как бы необходимо работать в общую концепцию, необходимо работать в стратегию, необходимо работать в политику. Кто этим будет заниматься? Художник, который счастлив тех, что он имеет время для того, чтобы работать. Да. Мы возвращаемся к Аликею. Я предлагаю купить за Лидию Девенторскую, в связи с нацистом и жить с ними. Поэтому как бы вы абсолютно выбрали черту все поверное, с чего я начал. для меня есть еще продолжим тема к тому, что мы сейчас находим. Арсений, за что Арсений большое спасибо. Я понимаю, что он в принципе может углубиться в каждой из тех тезисов, так как он указал, остановиться на нем и развить его дальше. Потому что сейчас у нас материал большой, и он развил нам много-много частей. Это касается необходимости работать в этом. И в частности самого творчества, Арсения в данном случае. Нам с Татьяной. из мультика тоже хорошая художница. Она вот сделала настоящую музыку, я тоже хочу стать такой, что я пока учусь рисовать. Вот замечательно. Какая красота. Какая красота. Так вот например у нас намечено тема, которая до этого не была интересна. Но теперь она не интересна очень, потому что какие-то моменты я уже сказала. Это Атфиш, А-Энтфиш. Потому что у нас будет выставка посвященная этой теме, я не знаю, когда еще точно, может быть позже, может быть позже, возможно, я предлагаю присоединиться и сделать отдельный проект, связанный непосредственно с этой тематикой. Потому что вы совершенно правы, очень активно художники современные влияют в эту категорию. и я хочу сказать, почему я бы просила что-то, что очень много достаточно много получается. Поэтому чем лучше художник, который будет этим заниматься, тем повыше поднимется эта сторона. будет уже называть искусством. Потому что на самом деле это просто другая категория. Но тем же не случается в Париже у каждой коллегеи она мечтает, когда наконец наступит фэшн миг. Потому что каждая коллегея предоставляет свое пространство. Спасибо большое. Это по большому счету всегда визуализация. И как человек увидит, что мы наблюдаем вокруг. Это безусловно на нашем ризуальном восприятии. Отлично. Хорошего какого-то по поводу монетизации в России. Ну из моей практики я очень много работаю с художниками. Ну с молодым часто приходят зрители. Да. Я могу четко и однозначно сказать. я перестал считать и переводить его в цифру выпуску почти все не умеют себя продавать в присутствии во всех социальных сетях. Не умеют продавать и не могут назвать цены за свое искусство. Раз. Второе. те молодые художники которые сегодня работают называют цены за свое искусство. Вопросы о самообразовании. Я бы хотел в принципе вопрос задать. Они называют цену за свои работы исходя не из понимания какого осознанного, а из ситуации, когда они закрывают свою сегодняшнюю материальную потребность. ипотеку хочу, телефон хочу и так формируется 70 тысяч. Почему 70? А не 30 тысяч. То есть они даже не удовольствуются. Случилась неожиданная вещь. Буквально когда началась война у меня мой матерьер уехал в Италию и я узнаю что ее сестра поступила в Голландию в Голландию и она разговорит относит в нее мозг к тем, что рассказывает что ее сестра на первом курсе в этом музее у них такие требования они пишут поступают туда и весь первый курс они пишут то, что они хотят писать как хотят писать даже не прибегая к условиям своих преподавателей цель первого курса для того, чтобы ты определился в какой стилистике ты будешь писать как ты потом будешь в этом зарабатывать то есть переводим опять в Санкт-Петербург и это выстраивает профессиональных нищих продавателей которые не понимают ну, извините я уже не циничный говорю но эти люди на сегодня ну вот они они куда опять реклама агентство еще куда-то а что это делать самовар ты отучился извините ты не видишь ничего что происходит вокруг при этом ты присутствующ во всех социальных сетях теперь вот там звучала мысль такая да должен кто-то должен подходить вот у меня есть одежда у нас в Санкт-Петербурге есть известный человек который из фарана работал с пьяницей он шьет одежду у него много одежды у него в одежде много черного и он даст бринты с плакатов старинских плакатов афишек покупал и вот такие плащи почему например человек который обучается здесь не может подойти сам известному он может дать он должен брать и я не тоже должен даже сегодня на ваше я видел визуальные повторения у нас на выходных прошла выставка поп-маркет там были мобильеры они шьют стритвир они у них принтов куча они еще какие-то идеи можно скопировать кровь ткани цвет не можешь взять художника не сможешь скопировать то есть условно вы можете написать и сказать слушайте кайфово вы не нравитесь давайте работаем они знают но так как вы сказали она не работает то о чем вы говорите человек уже другого поколения логично было бы в рейдинге убрать все руководство вот сюда на среднюю линию их задача очень рисовать а сюда наверх обнять людей которые скажут вы отключились сегодня кем вы будете доработать ну в итоге как вы будете рисовать свой талант как вы будете продавать потом ситуации когда твоя жена за тебя ходит это не норма твоя жена должна рожать она должна обеспечивать условия твоего быта любовь теперь ну должны оставаться традиционно человеческие ценности а не жена мартолог инстраэтов то есть я считаю что на самом деле плохо все с этим и плохо с этой философией коммуникации то есть и логично такими людьми с такими мыслями подачи как вы вам надо преподавать смогут ли вас спустить в эту судьбу или нет и это же причина например почему провалились в инстаграме до войны буквально все курсы по продаже художников в инстаграме потому что все кто хотел уйти в саач ушел все кто хотел уйти в арфильдер они ушли а все кто хотел что-то еще сделать они там пробуксовали как были так и остались раньше было плохо потому что там непонятно объяснили в инстаграме сейчас война непонятно потом сейчас уже на секунду ситуация типа люди уже не ели после всего ничего не могут и причины но последствия коллаборации продвижения художника ее на самом деле никто не видит потому что то как говорите вы это большая меткость то есть вы больше в этом плане человек с западной культурой то что вы висете а моя статистика например я думаю слишком много яркую но она не подтверждает очень плохо все плачевно просто и то что мы оформляли последние выставки глазами и общение это показалось сто процентов именно с молодой с молодыми художниками но да спасибо я рада что мы зашли спасибо и еще продажи обязательно должны даваться творческие люди должны быть и обязательно должен быть жесткий тезис какой-то если ты не занимаешься продажами своего искусства то либо ты найди куратора или еще кого-то творческого человека можно сложно перестроиться ему должны быть алгоритм 1 2 3 4 ты не сделал ты не продашься вот прямо ему это надо говорить у меня даже студия была сдавали помещения они писали свои художники на курсах они копили по 30 картин я говорю они продали нас я говорю давайте фотографии сделаем выложим на вида то есть люди разного возраста каждый год по 30 картин у всех есть дети внуки передачи фото я говорю просто с фотографии вылезли на стену сфотографируют чтобы выложить на вида никто не смог это сделать просто сфотографировать чтобы выложить на вида у всех есть телефоны просто фото нажми просто дай мне это статистика Зачем мне продавать роводы, если ты сам не себя не хочешь продавать, а я много путешествую в город на ванну? Ну да, это и нет. Да, я, собственно, отношусь к тем самым молодым художникам, которые еще не видят, когда они могут нормально устраиваться для бетона. Они еще пока что идут к определенным полосе, сквозь пусты, перебираются через обычные барьеры, заплоды и так далее. И вот этот момент, он такой, достаточно неделяет, но он недостаточно освещенный. Он понимает, что я молодой художник, условно говоря, кто-то выяснилось, кто-то не оценивает, кто-то не оставляет, кому-то это интересно. Но прежде чем я дойду до того статуса, когда со мной захочет общаться даже милый, просто какой-то местный бренд, как-то там, рок-ворк какой-то, я должен пройти не с нами, я не понимаю какой-то. То есть это может быть, условно, опять событие Монгорида, это может быть 15 событие Монгорида, или это должно быть событие во всей России. И вот какой путь я должен для этого проделать, и как себя осветить, и что предпринять, вот этот момент у меня сейчас не очкинули. То есть я понимаю, что мне надо работать, мне надо писать, мне надо рисовать. Во-первых, у меня есть основная работа, из которой я живу, и, собственно, у меня есть где в живописице заниматься. Вот, соответственно, я априори уже не могу тратить все свое свое время на мою творчество. И, соответственно, мне еще правильно надо ходить на рейсмиссарже, общаться с людьми, понимать самокрезентацию, потому что кто-то меня это не сделает. И так, собственно, я взялся этим, где-то абсолютно нормально, и все, что художник должен быть способен всегда как-то принести и продать. Вот, и хотелось бы, если будет возможность, потом эту тему осветить, как вы этот путь, достаточно сложный, я считаю, вертоник, прошли в первой трети. Потому что вторая, третья, 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 они поимеют полярные. Там наши действия достаточно осилаемые. А на третьей трети уже с вами общаются люди громкие. Вот. А вот первая, третья, она уже не совсем очевидна. Спасибо. Сейчас вкратце можно сказать. Спасибо за вопрос. И, вообще, действительно, очень интересный взаимообмен. Действительно, обратная связь очень хорошая. Вот, например, могу сказать... Сейчас немножко отойду от своей первой трети. Да, могу сказать на примере непосредственно того, когда я был прокуратом. То есть, непосредственно это было года четыре. То есть, я был главным прокуратом по визуальному направлению. Федеральное агентство Аквадрат при Министерстве науки и образования Российской Федерации. Соответственно, множество регионов. То есть, Владивосток, Якунск, Ижевск, Пермь. Соответственно, много-много очень. А в среднем было с Россией. Мы проводили творческие фестивалии. В том числе и три лагеря России. То есть, где было один момент. Там порядка двух тысяч творческих молодых людей. Соответственно, моя концепция, то есть, отбор и оценки заключалась в том, что... Вот о чем я сейчас говорю. То есть, образование программы по большому счету. И в чем там были важны тезисы. Это работа, которую создает художник непосредственно. Сама картина. Качество исполнения. Идея. То, что... Какое было у него сообщение, месседж в этой работе. Качество исполнения. То есть, его мастерство непосредственно. А каждый художник в финале должен был презентовать непосредственно свою работу. Как минимум. Да, то есть, тут таким образом они, молодые художники, учились к тому, чтобы действительно разговаривать. Общаться с другими ребятами. Да, непосредственно, когда они видели аудиторию. Да, зрителей. Общаться с зрителями. Презентовать непосредственно свою работу. Да. То есть, можно сказать, это защита деклона. Да. То есть, грубо говоря. То есть, он защищает свою работу. То есть, я в какой-то технике создавал это произведение непосредственно. Да. То есть, у меня вот такая концепция. То есть, у нас была задача из одного задания написать концерт в создании. Это, мне кажется, развивает очень интеллектуальную, вроде, непосредственно деятельность. Да. То есть, и умственные способности. То есть, как мы привыкли, художники и спортсмены. Они делают. И когда ты очень много делаешь, очень трудно начать вообще говорить и как-то формулировать мысли. И ты говоришь, ну да, зачем я это? Ну, что я делаю? Да, если даже теннис его взять. То есть, я, например, в детстве, я мог лупиться, скажем, в тренировке. Две тренировки в день. Три часа одна дневная и три-четыре часа. И я себе вот интересный факт, то есть, ловил на мысли, скажем, в годе он переучеет. Через месяц таких приемов. Я не могу разговаривать. Ну, то есть, думаю, трудно начинать вообще с кем-то общаться. То есть, у тебя весь процесс происходит внутри. То есть, ты не можешь во внешнюю какую-то среду выпустить, по большому счету, да, что-то сказать, с кем-то познакомиться, куда-то позвонить. То есть, сложно, да, вот так делать. Потому что у спортсмена, который фанат, да, свое дело, он может закрываться в себе. То есть, он смотрит, условно говоря, на этот мяч, на эту шагу. У него вся концентрация, и мысли-то бросается внутри, в нем. Да, то есть, он распыляется во внешнюю сторону. Соответственно, художники тоже, да, то есть, они когда создают серьезные произведения, то есть, очень технически сложные, они действительно погружаются в эту работу. И им очень трудно как-то начать общаться, действительно развиваться. Я могу сказать, это первая третья. Как раз я с этим столкнулся, да, когда мне 17 лет. Я, если бы, да, я бы, да, скажем, ты был маленький, то есть, ну, как помогали, можно развивать тебе. Могли созвониться с кураторами, да, с искусствоведами, пообщаться, да. То есть, ты уже приходил, грубо говоря, на готовый проект. Да, то есть, тебе нужно уже там встретиться просто с представителями прессы, пообщаться. Уже, они уже к тебе пришли, ты просто вот ходишь и отвечаешь на вопросы. То есть, ты никак не готовишь к проекту, не договариваешься о том, что это такое за бронет, какое у него название, то есть, какие сроки, да, то есть, не присутствует. При этом уже, скажем так, теперь в 17 лет ты будешь сам судить. И тут я, действительно, на себе ощутил, что я просто, я не могу по директору музея, с которым я делал три проекта в 14-15 лет, то есть, я просто не могу позвонить и назначить встречу, прийти и пообщаться, да, вот с директором музея. То есть, для того, чтобы у меня такой полный какой-то вакуум зажим, да, то, что это внутреннее. То есть, я не знаю, о чем я буду говорить, да, что мне со мной неинтересно разговаривать, о чем я буду говорить, да, то есть, вот вроде картины. То есть, картины, вот картины, смотрите, я пошел. То есть, из этой сферы. И, конечно, потом, в этом смысле не было развития, да, то есть, когда я переехал уже в Москву, я начал работать дизайнером журнала. Соответственно, то есть, уже какое-то взаимодействие, то есть, улюбинить определенные коррективы, да, то есть, общение. Оно безусловно влияет, когда ты уже смотришь разные сферы, которые, вот, вращаются ребята, там, не знаю, какие-то девчонки-фотографы. То есть, все равно ты взаимодействуешь. И это, конечно, потом повлияло в развитие. И, безусловно, общение с художниками-концепталистами, в том числе с современными концептальными сфериями, где в приоритет ставился текст. Да, тут бывает мысль. То есть, вообще, не важно, там, не знаю, стул для друга, то есть, ну, вот объясни, зачем они здесь стоят. То есть, если ты это здорово объяснишь, ребенок 90% пройдет. Остается. Ну, примерно 40, да. То есть, по-моему, тренировок в Тихоновской тайге. Конечно, конечно. Да, да. Да, я не меня, конечно, вот, честно скажу, по поводу первой трети. Они мне очень здорово тренировали. И тогда еще прошел определенный курс в Институте современного искусства при Третьяковской герее. Это вот новая тренировка на Крымскую воду. Соответственно, то есть, вот это общение. Ну, основное. Чем оно мне понравилось? Что оно было практическим. То есть, это не теория. То есть, я создаю какой-то проект. Мы общаемся, да. То есть, в группу я просто внедрился. То есть, первое вот это сделать современного искусства арт-грязи, где все собираются. То есть, какие-то художники из Нью-Йорка. При этом, я не знаю, вот, директор музея Востока при этом. Да. То есть, все вот в этом едином каком-то поле, да. То есть, соответственно, все общаются. Разные люди совершенно. Кто-то представитель бизнеса, да. Кто являлся тогда коллекционерами искусства. И мне кажется, вот такая практика. И что тут можно сказать по поводу студентов или молодых художников. Я думаю, что только вот практика. То есть, если действительно эту образовательную программу внедрять, это будет, мне кажется, вот иметь успех. Но они действительно должны и у себя общаться, и обсуждать, да. То есть, вот эти или иные картины, и проекты, и, соответственно, обязательно готовить концепцию. По крайней мере, это влияет на их развитие, да. То есть, в чем, я прекрасно понимаю, в чем сложность, что всегда было разделение. Вот художник, он делает свое дело. Искусствовед делает свое дело. И тут, на самом деле, мы даже уменьшали в какую-то сторону, да. Ну, не угоркал, маркетинг. Это не маркетинг. Я бы сказал, что это, на самом деле, философское образование, не образование искусства века. То есть, если художник будет совмещать даже на базе классической, скажем, системы, да, я думаю, что и образование искусства века, да, и философское направление, да, то есть, непосредственно будет создавать это произведение. Я думаю, что он будет очень подкованным, очень граммным. Там, действительно, было всегда разделение. То есть, то с философского факультета, да, то есть, они могли там просто за 40 минут книгу написать. То есть, я объясните, что это происходит. Ну, например, я не знаю, сейчас. Условно говоря, спутные художники, они просто молчат, не могут по слову сказать о том, например. То есть, что, какую скульту, да, хочет создать, какие у него планы и так далее. То есть, просто. Ну, мы не можем создать любые желательные, эти образы, идеальные художника, которые выучатся, и умея, и талант, и трудодетия. То есть, вот это, как правило, не существует. Художник, как правило, в массе человек закрытый. Молодые, которые только что выходят, они-то считают, что у них привыкла к этой форме. И цены сразу же ставят на свои работы немыслимые. Думают, что жизнь закончится завтра. И расти не поступивничество уже не придется довериться. на которые я его оставила изначально. Поэтому, как правило, нам приходится работать с художниками, которые, вот как Татьяна с вами заведена, не сильно будут нуждоваться. А многие художники, и особенно талантливые художники, они еще немножко и не в силе. Это реальность. Это реальность. Поэтому, исходя из этого надо искать какие-то формы сотрудничества, коллаборации, я вам скажу больше. В общем, не все художники хотят продавать. То есть, в принципе, вообще никогда. Сразу уменьшить. То есть, показать, да, все разваляются. Но дальше только другого года не было. Больше ничего другого. Следующий момент. Не все художники, будучи гордыми птичками, согласятся, помогают свою витуду. То есть, не хотите ли вы, чтобы мотинки, название главной вашего маком вы украсили? То есть, вот этот момент, он тоже этический, эстетический существует. Поэтому тема-то прекрасная, тема-то бесконечная. То есть, и тут опыт, 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 опыт. Вот ваш опыт. В данном случае, если нет. Спасибо большое. Мы не будем следующие. Можно еще добавить. Я просто вот хотел бы, вот сейчас послушать, да. Как раз вот к вашему замечанию, вот, что выступал еще. Вообще, надо передать себе пример знакомых из Академии Хаббеста. Да, я поставил, вот, 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 ну, как вы тоже. Общение с там, с зарубежными, да, художниками, так как из студенческого возраста. Подрующихся в разных городах европейских академических художествах. Где, например, если брать академическую рубочку, то там, в принципе, многим, в принципе, было далековато до Академии Хаббеста. Да, но зато там было то, о чем вот мы сейчас говорили, да, касаемся. То есть, того, что там, ну, человек приходит и читает лекцию студента, как правильно написать граунд. Чтобы получить, ну, как минимум уже изначально, процентов 70 успехов. Чтобы он был принят. Ну, здесь речь идет, конечно, в большей степени каких-то, ну, там, взломы, говоря, институционно, скажем там, каких-то некоммерческих проектах, которые требуют бюджета, которые в ряды, где-то цепочные музеи не купили после высотки утро зуба, но их выброшены. Но, как бы, нужны бананы где-нибудь материалы, как, я знаю, как это, залог, что-то еще. Вот. То есть, ну, и в том числе, конечно, мне кажется, здесь трудно осуждать, оторвавшись от реалий нашего рынка. Условно говоря, мы сейчас наберемся в малышную ситуацию, которая у нас понятна всем и не надо объяснять, что в том же Петербурге, в том же Москве, в Москве всегда было, в общем-то, получше, да, и у нас есть история, где-нибудь больше, галерея больше, в Петербурге еще какая-то галерея. И это по-многому тоже влияет. Культура, воспитание и воспитание молодого и очень молодого художника, который набивает шишки, общаясь с галеристом, набирает постепенно опыта, как о себе говорить, да, как себя предлагать, в вашем смысле. Это, конечно же, кто-то кому-то показал, например, старших товарищей, там, ведущих учеником, коллегами, не знаю, ассистентами. Люди учатся, как или иначе, когда действительно это очень мало, то есть здесь остается уповать только на визине, чтобы произносить, условно говоря, из каких-то подвесных педагогов, который пришел к различным примерам, или там что-то еще, привел к заводчику. То есть это все, в принципе, вот так вот выглядит. Это, конечно, вот такое. По большому счету это будет дилетатство в этой сфере, если вы там будете совершенно согласен, но это будет слишком хорошо. Спасибо. То есть вот так. Так, отлично. Вы сказали, что это очень интересно. И спасибо за обратную связь. Переходим ко второй теме. Она достаточно короткая. Инвестиции в искусство. То есть приведу несколько примеров. Это всегда интересно, да? То есть когда непосредственно поклонники искусства, либо покупатели искусства не рассматривают картины, так произведение искусства рассматривают как инвестиции. То есть когда они смотрят не на сюжет, не на образ, не на технику, а, безусловно, насколько это произведение искусства в перспективе может вырастить цене. Соответственно, это мне, конечно, тоже интересно. И стоит ли, например, приобретать того или иного автора, какой у него потенциал, да? То есть это уже другой подход. И вот мы видим обрамывающий, который непосредственно, я думаю, что многие от нас тоже вот эту новость слышали в то время, когда достаточно большую коррекцию Капакова он полностью выкупил у другого коррекционера. Опять же, да, то есть когда простой обуватель читает или слышит где-то эту новость, то есть все, наконец-то Капаков стал тем самым миллионером, миллиардером и так далее. То есть о чем-то многие мечтают или как-то фантазируют. Но когда мы углубляемся в эту тему, мы понимаем, что предыдущий владелец коррекции картин Капакова это американец, да? То есть который постепенно, несколько, можно сказать, десятилетий скупал работы Капакова по среднему абсолютно ценному. То есть в итоге, когда они достигли уже пика, то есть в своем ценовом, так сказать, сегменте, то есть он решил продать все полностью коррекцию. То есть тут уже Роман Дрогович так приобрел эту коррекцию на пике цен по большому счету. То есть это тоже интересно, цена образования и отношения людей. Казалось бы, да, то есть мы воспринимаем предыдущего коллекционера как фаната на настоящего поклонника искусства Капакова. То есть он, по идее, не расстанется с этой коллекцией, но на самом деле он стал. То есть он стал от определенного момента, да, чтобы в итоге в стоправном размере, да, то есть реализовать эту коллекцию. И хотелось бы тоже тут обратно связь, у нас живой разговор. Как вы считаете, то есть вопрос уже от меня, имеет ли место быть, да, то есть вот такое вот холодное отношение к искусству. То есть когда мы рассматриваем через призму, вот я приобретаю эту вещь, с потенциалом то, что там через 10-15 лет она должна достичь своей пиковой стоимости. То есть я рассматриваю исключительно так, да, это произведение, то есть они не висят, скажем так, да, не украшают нашу квартиру или дом, не радуют нас каждый день. Просто мы куда-то в лечебку, значит, поставили эти холсты, и они там стоят, да, то есть как, условно говоря, золотые свитки или какие-то ценные бумаги, да, то есть вот просто как актив такой определенный, да. То есть на мой взгляд, да, мне всегда нравится наслаждаться искусством, в том числе и художниками, только своим искусством. То есть искусство как удовольствие, да, то есть когда получаешь впечатление определенное, и тем не менее вот рынок инвестиций, причем я лично с этим сталкиванием, что когда даже не покупатель вообще рассматривает эти картины, да, которые он собирается приобретать, он занимает целую команду экспертов, которые выбирают для него подходящие инвестиции в произведение искусства. То есть никогда мы видим, что тот или иной коллекционер приобрел огромную коллекцию или какую-то определенную картину или искусству, а зачастую он даже как поклонник искусства, да, то есть он себя и не воспринимает. Иногда мы даже можем, ну, на мой взгляд, где, когда лично с этим столкнулся, я был удивлен, что коллекционера-покупателя вот таким, да, достаточно дорогих плотов, по большому счету искусство неинтересно. То есть он рассматривает это действительно как и весь лицо. И дальше это вот, собственно, не идет, да, то есть он перепродает задние картины для того, чтобы купить совершенно другого автора, да, то есть следит за этими, что-то, трендами и каждый раз, да, покупает, перепродает, покупает, перепродает, либо что-то оставляет, а при этом этим занимается его команда. Да, да, то есть он сам, да, даже не углубляется, он просто фиксирует как данность, да, что нужно вот эту, условно говоря, приобрести, да, он дает добро, и она приобретается. То есть нет такого, да, как мы себе представляли раньше фильмом, то есть он ходит, смотрит, что-то выбирает, не знаю, рассматривает картину, условно говоря, в рубеле, да, то есть какой же там цвет, как вот художник работал с краской, то есть он просто как данность воспринимает, да, уже реакцию вот этой команды, к которой он доверяет, да, то есть, соответственно, и приобретает коллекцию. Что вы об этом думаете, да, тоже плиться? Ну, давайте начнем, потому что я, как бы, с этим сталкиваюсь с некоторыми неприятностями. Один пример курьезный, когда граммы, и статья не дешевле, чтобы был человек, который долго назвал его картину, и был страшно удивлен, что, например, цена на художник не порастет за время, так что же, значит, если я сейчас только потом продам, значит, это польза для меня в рубеле, ну, если так относиться, ну, сомненно, в пользу, вы кем простите, я тут спрашиваю, работайте? Я допустила. И тут я поняла, что это уже невежество уже за грани, потому что, на самом деле, вы показали крайний ряд, когда, да, многие люди никогда не видят те карты, которые прилипают из коллекционеров. Я не могу даже так называть. Это люди, которые вонят в мункерах свои покупки, приобретения. Они смотрят только на киндексы аукционные. То есть, вот сейчас ничего за снигу шла, а через не отец она пойдет за другие деньги. Соответственно, я куплю еще, потому что, не сомнительно, все время это будет сильнее. Поэтому, да, искусство это, несомненно, означает самое лучшее, что это здесь. Мы не будем говорить, вспоминать, какие поремены всех тех, которые в годы самых тяжелых языков, составили себе великолепные коллекции за банку души. Да, уже они прекрасно знали, что получится через несколько лет, когда ее у нас. И эти коллекции существуют до сих пор. Более того, я лично знаю людей, которые в том же Париже на помойке нашли, огромное количество листов, и заплатили большие деньги за то, чтобы варентировать их на коллекцию художников. То есть, они за свои деньги дали имя этому акту. То есть, на самом деле, на самом деле, несомненно, несомненно, искусство, это одна из, так скажем, прекрасной формы инвестиций. Дальше уже зависит от того, я знаю профессионеров, которые как раз будет, и не знаю, что они инвестируют, но я знаю тех, которые никогда не имеют в душе. И вот дальше каждый выбирает усилие. Или для чего ему это нужно, или чтобы у меня усилие силы. Спасибо. Спасибо. Вопросы, да. Вопросы, да. То есть, может быть. Татьяна, пожалуйста, мне не надо что сказать. Нет, ну, я человек такого же, не захотела, мне вот это не очень нравится сказать. Не видишь, а только ты думаешь. А кому же нравится? Ну, и была бы реальная, я поняла, я поняла, это по-другому. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Да, мне это не нравится. Тут и можно, конечно, сказать, что такие зубы, как у Мария Гасса, например, вспоминя на то, что у меня, я, конечно, консультанты по системе по всему миру, но просто я, конечно, это уже с прочим, с, так сказать, с большим культурным источником, но тем не менее, он билетически сам решит, все акционы, и он каким-то образом голосует, ну, или всегда, тем не менее, в общем, человек любит, любит смотреть на реальную картину. В ГВС, прежде всего, человек, который прибегает тем не на, который может интересуется. Если это как важный билл, Грасян, то уже мы купили несколько ведущих художников. Поэтому ему нет смысла покупать не глядя. Не глядя покупают те, которые осуществляют только ради инвестиций, без душевного удовольствия и эстетического удовольствия. Это только делание денег. А человек, который увлечен, знаете, вот я, например, тоже умею коллегить. У меня есть только то, что я куплю. Я не покупаю для того, чтобы это потом куда-то спрятать. Здесь, так скажем, переправдательные нации денег. Спасибо. Так, вот с точки зрения инвестиций в искусстве, да, то есть мы сразу начали с какого-то похода, то есть это очень интересно, да, это, как видите, пример, когда художник всю жизнь шел к определенному успеху, к определенной высоте, и вот и пришел. То есть, опять же, возвращаемся к премиуму, который сейчас, в принципе, вовсюду творит, развивается, двигается вперед и непосредственно тот объект, который он впервые продал. То есть очень важная часть инвестиций это действительно взять за небольшие деньги и в результате этого развитие должно быть максимальным. и, в принципе, он может сказать про Демиана Херста, что это определенный рекордсмен. Знаете, как это? Существует моногалерея и в свое время был моноукцион на СОЗБИС, когда только произведения Демиана Херста 3 дня продавались на СОЗБИС. И за эти 3 дня КЦОН продал его произведения на 200 миллионов долларов. То есть, в принципе, это, на мой взгляд, очень существенный показатель. То есть, это сейчас с этим не сравнился. С точки зрения и скорости, то есть, его вот такой вот востребованности. Но начиналось все действительно со среднего такого объекта, проекта, который понравился в свое время СОЗБИС. И он решил начать, да, то есть, вот инвестировать в эту автор. И глупые, если по сравнению с историей Демиана Херста, они работают в плотной связке. Только недавно буквально они разошлись. Ну, по большому счету, и коллаборация, и инвестиции. Все сработало. И, конечно, о чем это говорит? То есть, на примере того же Демиана Херста, он понимает, что нужно молодым авторам изремо всегда быть в новости, участвовать в разных проектах, всегда развиваться, искать для себя интересные, новые какие-то пути, применять новые технологии. И, если в бизнесе, это называется определенная схема. То есть, есть в бизнесе понятие, когда, например, старая какая-то схема, она прекращает работу. То есть, ничего не происходит. То есть, какое-то совершается действие, и оно не работает. Соответственно, художник может стать, мне кажется, из той же серии, когда автор делает одно и то же, одни и те же шаги, и, возможно, всегда нужно действительно осмотреться, всегда смотреться, как было, о чем мы говорили в начале, то есть, аккумулировать энергию изнутри. И, да, именно так, что в этом, спросите, мне кажется, пример постоянного движения, постоянного развития и с точки зрения PR, маркетинга. То есть, действительно, именно и разнообразного художника. То есть, если вам можно было сказать, что это исключительно вот эти объекты, которые он удивил общественность, да, и весь мир, то потом уже, скажем, сейчас, в наше время, он сочетает международные материалы и непосредственно классические образы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...